здравствуйте дорогие зрители друзья и подписчики просто любители вышивки сегодняшнем выпуске я хочу вам показать новогодний рождественский декор одной из комнат моем доме я надеюсь вам понравится этот выпуск возможно вы видите какие-то интересные идеи и как я не привнесла непосредственно вышивку вот интерьер ну вот давайте начнем с этой с этого маленького консульного столика здесь у меня представлен сэмплер который совсем недавно вышивала который очень здорово сочетается вот с таким городком из дерева это был подарок одной юной леди пять лет и вот удивительным образом так вот совпало сопла два предмета которые друг друга дополняют лежит это у меня все на фотоальбоме 18 век антикварный фотоальбом золотыми страницами и вилетовая обложка она уже конечно частично потеряла свой вид но смотрится очень красиво и дополняет композицию тарелочка которую вы здесь видите очень красивая тарелка вот реал далтон винтажная коллекция и она очень подходит по теме здесь как раз используются вот такие подсвечники которые тоже композиции в дизайне используются детки видите очень красивые такие винтажные рисунки замечательная коллекция на мне очень нравится но я хочу сказать так что это билирует бог это теплая уютная домашняя коллекция всегда прекрасен интерьер и я думаю что в моем случае она как раз в этом году очень хорошо подчеркнула мои задумки внизу я поставил корзинку с золотыми веточками еловыми и композиция живых цветов и какие-то уже подарки лежат уже санта здесь побывал и давайте посмотрим что же у меня наверху наверху у меня очень красивый санта с прекрасным уформлением моя конверсия оформяла я работу пил багет мастер из белоруссии очень нравится что получилось очень люблю эту серию работы мы сегодня увидим как раз эти работы для работы в этой комнате очень красивый получился столик очень уютный также я добавила уголочек вот таким симпатичным оленем чтобы подчеркнуть оттенки с сантой этот олень из коллекции фрицент лоид очень мне нравится вся палитра вся линейка этой компании тоже очень здорово этот олень подходит и к оттенкам бантика на сэмплере и крышам домиков непосредственно деревянном городке очень здорово все сочетается мне очень нравится и вот такой вот маленькую картинку поставила с имбирными печеньями для санты ну вот такой вот получился уголочек так и давайте посмотрим что здесь у нас дальше здесь я дополнила в уголочек столик юбочка под елку но я ее использовал в этот раз как скатерть и у нас получается вот такое красивое оформление использовала я поднос который украсила разными декоративными элементами деталями предметами наверху у меня представлена работа от нора горбит очень красивое оформление и она здесь здорово подошла это металлическая панель которую я восстанавливала пару лет назад и теперь она украшает эту комнату очень красивый подсвечники тоже используются олени это компания маккензи чайлз коллекционный мишка представлен очень мне нравится такой дворецкий камер тинер со списком желаний подарков для санты как раз юбочка велкам и вот такой красавец встречает деда мороза подсвечник тоже велируин бог а вот это подарочная коробочка керамическая это тоже велируин бог все в одном стиле очень красивая такая елочка посадить там детки сидят замечательные игрушки на елке мишка также добавила поднос новогодняя игрушка димен шанс и на втором плане положила игрушки с вишечку куропатка на грушевом дереве тоже фрицин флойд и тоже вот игрушечка от дима инсанс также я использовал вот такие коробочки на рога оленя это тоже новогодние игрушки турирует бог втором плане там у меня стоит подсвечник который я декорировала несколько лет назад вот красавица такого долине нас сидит с кардиналом симпатичный получился уголок все сочетается здорово смотрится ей связка хорошо сочетается кстати вот эта металлическая панель с рисунком на дверях двери тоже расписывал несколько лет назад и вот теперь они выглядят совершенно по-другому на фоне стен так здесь мне тоже получается столик оформлен так сейчас вот так отойду там подальше чтобы было видно вот использовал тоже вас в оформлении вот такие красивые сани панелирует бог это тоже подсвечник и санта музыкальная шкатулка на втором плане у меня идет гирлянда и еще я разложила новогодние игрушки от dimensions который вышивала несколько лет назад здесь мне представлены часики которые тоже вышивала птичка такая нарядная на здесь здорово тоже подходит добавила поднос с новогодней игрушкой от кристофера радко добавила также подсвечек который тоже декорировал сама и вот получилась такая вот уютная композиция здесь у нас в уголке тоже представлена винтажная тарелочка от роял долтон подсвечники хрустальная ваза такая красивая тоже статуэтка белоснежная очень хорошо дополняет новогодний интерьер здесь у нас вот такой вот уголочек получился немножко поработала флористом добавила с творечником веточки елки новогодние игрушечки шары и шишечки поставил здесь игрушечку от кристофер радко с мишкой который несет подарки и посадила кардиналов такая вот получилась композиция очень красивые домики ажурные нарядные здесь ставлю на лень добавила несколько игрушек красивый золотой сундук и вот такая вот еще тележечка с маленькими медвежатами это коллекционная лимитированный выпуск тележечка было выпущены всего тысячи штук и вот у меня одна из них компания протоломео очень красивый тоже учился уголочек коллекционные мишки это мишка от хермен немецкие вот этот мишка слева это вот подарок был тоже от маленькой девочки которая приезжала в гости все у нее получилось таком свете такой теплый персиковый немножко оранжевым оттенком и домик тот деревянный и вот такой мишка также я в тележечку сюда положила новогоднюю игрушку от dimensions вот такая тоже подарочная коробочка это тоже вероят бог керамическая форма круглая очень красиво здорово смотрится внизу мне лежит ключик волшебная цундука с подарками игрушечка которую я тоже когда-то это был мне докупаж с ручной росписью когда-то работала по дереву и вот мне осталась такая игрушка и вот такой вот красавец санта макензин чайлз ручная работа лицо керамика ручки ручная роспись здесь я добавила сосуд на стеклянный очень красивая форма у него на ножке и внизу я положила игрушки а сверху вышитые игрушки но хочется чтобы конечно побольше вышивалась и побольше игрушек было в этом сосуде который я бы вышел своими руками корзина спонсор идти ну и давайте посмотрим на саму елочку вот такая у меня красавица в этом году в этой комнате стоит на втором плане у меня временно оформлены работа лавандер энлейс планирую переоформить но в этом году пусть будет пока так отдельный выпуск об этих работах у меня есть можно посмотреть на канале игрушки которые я здесь использовала и ручной работы которые я вышивала я думаю многие их узнали также здесь представлены три вида стеклянных игрушек коллекционные это кристофер раском очень красивые мишки тоже здесь используются в оформлении лента это бальзам хилл и я скомбинировала ее с двумя другими лентами добавила панцеттия вот этот паровозик тоже когда-то делала это работа по дереву снежинки олени птички очень красивая тоже вот игрушка с лошадкой это кристофер жадко ручная работа вот тоже красивая лошадка тоже кристофер жадко наш любимый димаен шанс внизу я использовал в качестве декора юбочку от димаенс который вышивал несколько лет назад и вот такой вот красивый городок совершенно чудная серия сейчас довольно не просто купить и такой городок который был сделан не из пластика а например из керамики и вот этот весь городок он из керамики совершенно необыкновенные работы потому что это ручная роспись все детали сделаны вручную к сожалению я не знаю бренд кто производил эту серию мне бы хотелось докупить каких-то деталей потому что это я нашла на винтажном маркете в антикварном моле торговом центре и здесь есть недостаток каких-то мелких предметов я думаю это скорее всего какие-то люди герои этого городка жители этого городка но вот пока вот как-то так любом случае мне кажется предметов достаточно для того чтобы создалось общее впечатление и общие идеи очень красивый костел совершенно роскошный вся серия с подсветкой идет но видите как дома через домик и там где есть свет везде меняются огоньки городок получается такой живой праздничный нарядно со своим настроением вот это посерединке у нас железнодорожная станция трейс стейшн даже может быть не обязательно железнодорожная может быть даже и автобусная станция костел почтовый офис посмотрите сколько там деталей даже почтальон стоит и что-то читает смотрит какие-то записи здесь у нас кафе люди сидят в кафе кушают ресторан даже в окошке парикмахер кого-то стрижет здесь у нас получается груз рим это продуктовый магазинчик даже с владельцем наверно зазывает или ждет кого-то покупателей здесь у меня корзина с пуансеттии добавила какие-то шары тут я уже смотрю же санта побывал в гостях так тоже еще один скворечник такая вот меня получилось елка в этом году конечно что-то хочется поменять что-то добавить но мне кажется в плане новогоднего декора это совершенно бесконечный процесс можно добавлять убирать переставлять это все очень индивидуально и конечно всего по вкусу вот такой вот получается у меня уголок это вообще у нас один из входа в дом это вот центральный вход но зимой мы им пользуемся крайне редко здесь лево получается офис кабинет один из кабинетов дом а с правой стороны уходит дверь в раздевалку мужское женское отделение вот летний период здесь мебель стоит можно посидеть чай-куфе попить поэтому очень любимое такое место то один из выхода в сад на шторы добавила коллекцию игрушек вот и мэн шанс и добавила гирлянду давайте посмотрим что здесь здесь значит я на кресла ожидание санта добавила ему плед с лисичкой чтобы мне было скучно лисичку тоже вышивала на года два-три назад и вот так вот временно оформила лавандер эндлейс вот такой вот повесила веночек тоже с игрушечками дименсенс и вот такой вот бант который я вышивала когда еще была в школе это мне родители передали вышивала я по выпуску журнал бурта у меня была замечательная соседка которая любила рукоделие и я иногда к ней ходила в гости и она давала мне журналы и и вот я нашла такую схему и вышила гладью обычными свиньими нитками потому что тогда магазинах ничего не было мне так понравился этот бант я решила все-таки попробовать и вот одна из первых работ в технике гладь я помню тогда было наверно шестом классе классе даже добавила какие-то кружева где-то нашла ткань совершенно какая-то обычная какая-то смесь хлопка с альном очень такая грубая тяжело разглаживается ну в любом случае это приятное воспоминание поэтому пусть будет ну вот вот такой тоже получился симпатичный уголок я сейчас попробую выключить свет и мы посмотрим как это смотрится за свечами с подсветкой так ну вот здесь как раз хорошо видно как играет городок кто-то спит кто-то работает кто-то церковь посвящает посещает на рождество сама елочка красиво дополняют конечно картины тлавандер нлэйс я очень рада что я выбрала такую основу она здесь очень здорово подходит мне по стилю и и вот получается вот такой вот у нас комод здесь уголок по-моему все получилось очень уютно все здорово смотрится у меня сейчас ранее ранее утро около пяти пяти утра и вот решила вам заснять ролик пока еще тихо и у меня сегодня как раз рождество штатах это 25 декабря ну вот мои дорогие я хочу вам пожелать всего самого наилучшего в новом году радости процветания здоровья мир добра света в душе и всего самого наилучшего я надеюсь что у меня получится снять ролик еще с одной елочкой ну возможно чуть чуть попозже ну вот на сегодня все я вас благодарю за внимание до свидания до свидания увидимся в следующих выпусках до свидания в следующих выпусках до свидания до свидания